Сегодня 17 мая возобновляется регулярное судоходное сообщение между Таллином и островом Айгна. На самом деле Айгна это тоже Таллин и относится он к району Кесклин. И проезд на пассажирском судне по зеленой карте общественного транспорта для зарегистрированных жителей Таллина бесплатный. И гость нашей студии, старейшина района Кесклин, Владимир Свет. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сначала проясним географический казус. Остров Айгна относится к району Кесклин. Как это получилось? Так получилось административно. К какому-то району он должен был относиться. В советское время Айгна был частью морского района. А когда Эстония стала независимой и Таллин получил то административное отделение, которое есть, остров Айгна стал принадлежать Кесклину. Я думаю, что здесь логика заключается в том, что в Кесклине находится самый большой Таллинский порт, который так и называется Таллинский порт. И так как сообщение с острова Айгна сейчас происходит в принципе из центра города, хотя там административно можно говорить о том, что это уже может быть даже Пахья-Таллин, поэтому он относится к Кесклину. Но здесь еще и второй вопрос, что содержание острова, обеспечение его разными ресурсами, поддержание чистоты – это непростая логистическая задача. И у Кесклина, как района довольно большого, может быть есть немножко больше ресурсов для этого, чем у других районов. Давайте расскажем, какое судно будет курсировать между Таллином и Айгна. И когда? Да, это судно «Веста». Оно будет отплывать от того места, откуда раньше отходили корабли «Линда Лайнс» около Горхола, рядом с вертолетной площадкой. И в мае оно будет ходить два раза в день туда и обратно по пятницам, субботам и воскресеньям. Утром в 10 часов утра и вечером в 5 часов вечера. И если оно выходит, например, в 10 утра из Сталина, с Айгна обратно, оно будет выходить через полтора часа. Начиная с июня оно будет ходить каждый день, кроме вторника. Вторник, что называется, санитарный день для этого судна. Каждый день рабочий, понедельник, среду, четверг, будет два выхода, утром и вечером. А летом, в пятницу, субботу и воскресенье, будет три выхода. В 10, в 3 и в 5. Что можно посоветовать тем, кто решит отправиться на Айгна? Приобрести билет заранее или можно приходить на место и стоять в живой очереди? Насколько велик риск, что не озаботившись приобретением билета заранее, ты просто останешься без места на судне? Не буду скрывать, если, точнее, когда я езжу на Айгна, я все время покупаю билет заранее. Значит, корабль Веста работает следующим образом. На нем есть 47 мест. Из этих 47 мест 10 зарезервированы под бесплатные места для таллинцев. Два места зарезервированы для постоянных жителей Айгна. И 35 мест уходят, что называется, в свободную продажу в интернете. Поэтому, если вы действительно хотите на остров поехать, то гарантированно вы можете это сделать, если купите билет на, например, сайте айгна.е. Там есть вся информация. Билет этот стоит для взрослого и для студента 4 евро. Для школьников и пенсионеров есть скидки. Для детей с особыми потребностями. Для маленьких детей проезд вообще бесплатный. Так что, в любом случае, лучше заранее себе билет купить. Эта цена не очень большая. Особенно учитывая, сколько впечатлений можно получить за этот день, лучше гарантировать себе место. Сколько впечатлений можно получить за этот день на острове Айгна? Какие услуги он может предоставить тем, кто приезжает на этот остров? Знаете, я думаю, главная услуга – это природа небольшого острова. Все остальное, что называется, прилагается. Айгна, на самом деле, имеет довольно богатую историю. Он впервые упоминается в летописях аж в 13 веке. Чуть-чуть позже, чем сам Таллин, который в этом году отмечает 800 лет с момента первого упоминания в хрониках Генриха Латвийского. На этом острове долгое время находились поселения, там были небольшие хутора. Весь 20 век – это история военных сооружений. Остров Айгна был частью укреплений Петра Великого, созданных в Первой мировой войне. Остров Айгна долгое время был пограничной зоной, был небольшой базой морского флота уже после Второй мировой войны. Так что там можно найти, скажем так, остатки исторических сооружений 20 века. Там можно найти прекрасные места для того, чтобы позагорать, искупаться. На северной части острова имеются прекрасные места для разведения костра, для того, чтобы ставить палатку. На острове есть несколько небольших домов отдыха, в которых, разумеется, нужно бронировать места заранее. Кроме того, на острове обитают некоторые редкие птицы, там нету волков и медведей, но есть разные другие животные, которые можно встретить в лесах Эстонии. Я думаю, дикая природа, не сильно тронутая, что называется, временем и человеком – это именно то, что дает остров Айгна. Но это просто отличная возможность погулять. Вы упомянули, что там есть несколько домов отдыха, то есть при желании можно и переночевать. Потому что мне доводилось слышать какие-то страшные истории о том, что люди, не купив обратный билет заранее, в итоге не попадали на последний рейс на материк и вынуждены были оставаться на острове. А там ни мобильной связи нет, ни ночевать негде, ни поесть не купить. Действительно, когда вы находитесь в самом центре острова, у вас может не быть качественной мобильной связи и не удастся написать сообщение в Фейсбук или выложить фотографию в Инстаграм. Но поверьте, как на северном берегу, так и на южном берегу, где находится порт, связь есть. К тому же в этом году, в июне, Телия планирует установить на острове мачту, которая будет усиливать сигнал, так что эта проблема решится. Что касается вопроса о том, что можно иногда опоздать на паром или не попасть на паром, да, действительно, такая возможность существует. Но на острове, как уже упоминал, есть несколько мест, где можно заночевать. В самом крайнем случае вы всегда можете обратиться к спасателям. На острове около порта работает постоянно, все лето, такой специальный домик спасателей-добровольцев. Можно к ним обратиться, они расскажут, что можно сделать. В самом крайнем случае спасатели всегда могут заказать лодку, если речь идет про какую-то сложную ситуацию. Но давайте не будем драматизировать, помимо корабля Веста, который идет порядка часа до острова Айгна, есть еще моторная лодка, которая ходит по заказу между Вимси и островом Айгна. Она буквально за 4-5 минут доезжает от Роху-Неме до Айгна. Я думаю, что местные жители всегда с радостью объяснят, как в крайнем случае эту лодку заказать. Но я все-таки действительно рекомендую, если вы на Айгна едете, по возможности возьмите палатку, останьтесь там с ночевкой. Это, мне кажется, особенно для жителей Таллина уникальная возможность побыть на дикой природе, буквально находясь в самом центре города. И в центре на самом-то деле, потому что Айгна, как мы сегодня уже объясняли, относится к району Кесклин, а у нас был в гостях старейшина этого района Владимир Свет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.